Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте и сегодня в выпуске. За минувшие выходные в регионе выявили 42 новых случая заболевания коронавирусом. За этот же период выздоровели 24 человека. Получают лечение в сессонарии и ампулаторно 302 пациента. Большое количество контактных – 731 человек. Единственная в регионе автомобильная дорога почти круглогодичного пользования, соединяющая столицу Ненецкого автономного округа с поселком Красное, в любое время года вызывает нарекания со стороны автомобилистов. Выявлено 4 правонарушения. Изъято 650 метров незаконно установленных сетей. Центр природопользования совместно с полицией провел природоохранные рейды на реке Печора. Более 300 человек в Ненецком автономном округе получают в настоящее время лечение от коронавирусной инфекции. Более 700 изолированы Роспотребнадзором, как близко контактировавшие с заболевшими. Такова ковидная статистика начала недели. За минувшие выходные в регионе выявили 42 новых случая заболевания коронавирусом. За этот же период выздоровели 24 человека. В настоящее время в стационаре находится 72 пациента. Амбулаторное лечение получают 230 человек. Всего 302 заболевших. Большое количество контактных с заболевшими – 731 человек – изолированы сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора и находятся на карантине. Третья волна коронавируса по сравнению с предыдущими показала себя более агрессивной по отношению к больным. Если раньше симптомы COVID-19 выявлялись через две недели после заражения, то сейчас уже через 2-3 дня фиксируется поражение лёгких. Заболевания у пациентов протекают в более тяжёлой форме. В округе фиксируется большое количество привозных случаев COVID-19. Отпускники привозят инфекцию с собой отовсюду, чаще с Черноморского побережья. В связи с этим в Ненецком округе открылись посты эпидконтроля в четырёх аэропортах региона. На Ринмаре, Неси, Омей и Пёше, а также на причалах Барж. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции. Меры направлены на то, чтобы защитить жителей от случаев завозного ковида. Повторюсь, что эта мера направлена на защиту населения Ненецкого автономного округа от завозной инфекции. С той инфекцией, которая распространяется внутри округа, мы прекрасно справляемся. У нас здесь проблем нет. У нас есть прогнозы, у нас есть программа реализации, программа лечения жителей, которые болеют. А вот люди, которые приезжают к нам, мы не можем прогнозировать, сколько человек из них приедут с коронавирусной инфекцией. Отметим, что населённые пункты округа Неси, Пёша и Ома попали в список контрольных пунктов только потому, что у них существует прямое авиасообщение с Архангельском. На пунктах прибытия в регион житель округа или его гость должен предоставить один из трёх документов. Это либо тест о отсутствии коронавирусного инфекции, тест ПЦР, либо сертификат о законченной вакцинации, либо сертификат о том, что человек в течение полугода перенёс новую коронавирусную инфекцию. То есть три документа. На выбор. Либо то, либо другое, либо третье. Предъявляемые в пунктах прибытия документы будут проверяться на соответствие их подлинности. Тем, кто прибывает в округе без подтверждающих документов, Роспотребнадзор выпишет предписание. Они должны будут пройти двухнедельный карантин. Также можно будет сдать ПЦР-тест непосредственно в пункте прибытия. Тест платный. Напоминаем также, что в поликлиниках города Наринмара и посёлка Искателей с 22 июля временно отменены плановые приёмы, кроме медосмотров. Любую информацию о текущей ситуации можно получить, позвонив на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Василий Хатанзейский, Антон Бодряков, Владислав Носкин. Телеканал Север. 23 июля в окружном избиркоме завершилось выдвижение кандидатов на выборы депутата Государственной Думы Российской Федерации по одномандатному избирательному округу. Всего на депутатский мандат в Госдуме от Ненецкого автономного округа претендуют 6 человек. Все выдвиженцы – представители политических партий. От партии «Единая Россия» Сергей Коткин – депутат Государственной Думы 7-го созыва. От партии ЛДПР Андрей Смученков – депутат Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. От партии «Коммунисты России» Николай Миловский – также депутат регионального парламента. Партия КПРФ выдвинула депутата окружного собрания Михаила Райна. От «Справедливой России» документы в окружном избирком сдал Олег Брискаленко – уроженец Кировогородской области 1969 года рождения. Работает в обществе с ограниченной ответственностью опора. Еще один выдвиженец – Дмитрий Никитин, уроженец Приморского края, 1979 года рождения. Помощник депутата Госдумы 7-го созыва Андрея Палкина от Архангельской области. Мы проверяем с помощью федеральных органов гражданства вопросы наличия и отсутствия судимости, вопросы, связанные с профессиональным образованием и ряд других еще аспектов. И окончательно принимаем решение о регистрации, либо об отказе в регистрации, не позднее 4 августа. То есть после этого дня мы уже с вами будем понимать состав списка кандидатов по бюллетеню по одномандатному избирательному округу номер 221, территория которого совпадает с территорией Ниньского автономного округа. 24 июля окружная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в депутаты Российской Федерации 8-го созыва Сергея Коткина. Выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия». Кандидат уведомил комиссию о выдвижении 15 июля. Через день сдал документы на регистрацию. По кандидатуре проведена проверка всех представленных сведений. Расхождение не выявлено. Рабочая группа избиркома по приему и проверке документов, проведя итоговое заседание, рекомендовала избирательной комиссии Ниньского автономного округа зарегистрировать кандидатом в депутаты Госдумы Сергея Коткина. Качество дорожного полотна и содержание единственной в Ниньском округе дороги, связывающей столицу региона с населенным пунктом, обсуждается автомобилистами постоянно на протяжении многих лет. Особое недовольство вызывает участок дороги на 12-м километре, который ежегодно в осенний и весенний период превращается в болото. Изменится ли ситуация в этом году? Подробности далее. Летящие из-под колес камни – местами так называемая стиральная доска. Каждый, кто хоть раз проезжал по дороге в поселок Красное, именно так отзывается о грунтовке протяженностью в 40 километров. Гневные комментарии то и дело появляются в соцсетях. Амортизаторы меняют два раза в год. Купил новую резину – хватило на два года. Сайлентблоки – на месяц, шарвы – на 2-3 месяца. Вопрос – за что мы платим транспортный налог? Издевательство над народом. Только по дороге из Красного от обгоняющей машины можно получить в подарок новое лобовое. Данная дорога относится к четвертой категории. Понятное дело, что после поезда к Пани и транспорту требуется ремонт. Стоит отметить, окружное предприятие Наринмар Доримстрой в любое время года делает все возможное для того, чтобы дорога оставалась проезжей. В летний период работы, конечно, меньше, чем в зимний. Тем не менее, техника на выравнивание дорожного полотна выезжает практически каждый день. Дорога у нас мониторится практически ежедневно на состоянии. То есть, если да, гребенка, сухая погода, гребенка очень часто появляется. Сразу же отправляется автогрейдер. То есть, он планирует. Также мониторится на наличие размывов, самосвал. Амкадор уходят, засыпают все это песком. Также все планируют. Впрочем, автомобилисты считают выход одного грейдера недостаточным. Качество дороги ужасное. Надо, наверное, выравнивать. Больше не знаю, как. Но вот эти новые технологии, которые применялись, они просто даже хуже сделали, чем... Хотели лучше вроде, а сделали хуже. Но один грейдер придется, а за ним вот такие груды отберутся. И смысла вообще нет у него. Хотя бы, может быть, если бы их несколько в паре ехало, может быть, они лучше делали. А от одного смысла нет. 79-е годы дороги, да, они могут толком построить. Это, считайте, начинали еще и советский пример. Какая она была, такая осталась. Только за ошибки дела поступают, и толком ничего. Что касается проблемного участка на грунтовке, расположенного на 12-м километре, том самом, где несколько лет назад были применены нанотехнологии с использованием химикатов, то средства на их ликвидацию имеются. Вот только профильные ведомства ждут результатов затянувшегося судебного разбирательства между Наринмар-Дориемстроем и подрядной организацией, которая и занималась использованием тех самых технологий. Ситуация находится на постоянном контроле окружных депутатов. Мы его постоянно рассматриваем, и при любых встречах с департаментом ЖКХ и строительства и с центром строя заказчика мы этот вопрос поднимаем. Значит, в последнее время нам обещали, что этим летом ремонт будет сделан за счет средств, которые закладываются на содержание дороги и приведение ее в нормативное состояние. То, что идут какие-то суды, я считаю, что это не может быть причиной ни проведения ремонта данного участка дороги. Его нужно делать в первую очередь. Добавлю, время для ремонта проблемного участка дороги еще есть. Александр Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Незаконный вылов рыбы может нести за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Для того, чтобы пресечь браконьерство, сотрудники Центра природопользования, правоохранительных и контрольно-надзорных органов регулярно отправляются в рейды. На территории округа обитают виды краснокнижных рыб, вылов которых категорически запрещен. Рейды на водных объектах проводятся еженедельно. На прошлой неделе на реку Печора было организовано два таких природоохранных выезда. Одна из надзорных групп отправилась в сторону устья реки Печора, а вторая – к границе с республикой Коми. Цель какая? Естественно, не допустить браконьерского вылова рыбы, водных биологических ресурсов, предупреждения граждан о совершении данных правонарушений. В данной ситуации, в результате выезда на истекшие недели, к сожалению, было выявлено 4 правонарушения, где-то примерно 650 метров сетей было изъято, где-то рыба выпускалась в водно-биологическом ресурсе, в естественную среду обитания. Ну и, соответственно, по одному из фактов были лица установлены, и данный материал в настоящее время находится в МВД для решения вопроса. Сотрудники Центра природопользования напоминают о важности сохранения биологических ресурсов. Как отмечают специалисты, на рыбные запасы влияют не только изменения климата, но и хозяйственная деятельность человека. В целом-то, конечно, на экологию, ну в целом на рыбные запасы, конечно, влияет деятельность человека. Ну, в части вот производства, технические сливы в воду, иногда нет-нет и нефть. В общем, ну, все вот эти вот моменты, конечно, они очень сильно влияют на то, что рыбные запасы, они уменьшаются. В Ненецком округе появились случаи пропаганды распространения наркотических веществ в социальных сетях в средине несовершеннолетних. Подробности далее. Под предлогом дополнительного заработка для несовершеннолетних жителей округа в социальных сетях были опубликованы предложения по распространению наркотических веществ за определенную сумму. В настоящее время в различных мессенджерах сети интернет активизировали злоумышленники с предложениями об оплачиваемой работе в качестве распространителя наркотических средств. Сотрудники Управления МВД России по Ненецкому автономному округу призывают граждан быть бдительными при поступлении предложений по подработкам сомнительного характера от малознакомых и неизвестных лиц. Распространение наркотических веществ является преступлением, за которое наступает уголовная ответственность. Часть 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные организованной группой. Данные противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет, либо в случае особо крупного размера пожизненным лишением свободы. Сотрудники полиции просят сообщать о фактах продажи или употребления наркотических веществ в региональное управление МВД по короткому номеру 02 или по телефону, номер которого вы видите на своих экранах. В администрацию муниципального образования городской округ город Наринмар от предпринимателя поступило заявление о выделении места под установку торгового павильона, где планируется разместить пункт быстрого питания. Пункт быстрого питания появится в районе дома номер 27D по улице Ленина. Все заинтересованные лица в получении места для размещения несационарного торгового объекта по данному адресу могут обратиться до 25 августа в Управление экономическим и инвестиционным развитием мэрии. Место под размещение нестационарного объекта было внесено в эту схему размещения нестационарных торговых объектов в июле месяце. Данное место было рассмотрено по заявке предпринимателя. Еще два нестационарных торговых объекта могут появиться на улице 60 лет Октября в районе дома номер 38, где будут продавать овощи, фрукты, сухофрукты и орехи. И на улице Авиаторов в районе дома номер 7. Здесь можно будет установить павильон для торговли группы непродовольственных товаров. Данные объекты у нас устанавливаются предпринимателями по согласованию рабочей группы, которая утверждена администрацией. В рабочую группу ходят специалисты администрации. Они рассматривают внешний вид объекта, который хочет поставить предприниматель. И уже утверждают, согласовывают ему установку этого именно вида. Данная процедура по предоставлению мест под установку несационарных торговых объектов практикуется с 2019 года. Спортивный инвентарь для физкультурно-оздоровительного комплекса, ремонт в Доме культуры и строительство социального жилья. Чем живет село Оксино в летний период, смотрите в нашем следующем сюжете. Как и в большинстве окружных сел, Дом культуры в Оксино был построен в 80-х годах прошлого столетия. Последний капитальный ремонт здесь проводился в 2008 году. Если внутри помещения выглядят неплохо, то снаружи здание требует значительной реставрации. В частности, крыша и обшивка. Когда будет ремонт, неизвестно. Поэтому пока сотрудники учреждения делают то, что могут сделать своими силами и средствами. В первую очередь, филиал Хангурии 65-го года постройки. И в нацпроект он включен. Именно капитальный ремонт этого Дома культуры в Хангурии. В основном сейчас мероприятия все проводятся в период пандемии на площадке. И вот эта часть является сценой, так скажем. И поэтому хотим ее обновить, потому что до 31 августа уже мероприятия запрещены. Как там будет дальше, пойдет, не знаем. На перспективу делаем крыльцо побольше, поудобнее, с пандусом совсем, чтобы соответствовало требованиям. И так готовимся к независимой оценке. Качество обслуживания в этом году у нас пройдет. Физкультурно-оздоровительный комплекс села, как и Дом культуры, является популярным местом времяпровождения среди жителей Оксина. В связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, мероприятия здесь также стали проводить реже и то на улице. А для того, чтобы сделать их более красочными и интересными, на днях были приобретены аттракционы. 2021 год губернатором Юрием Васильевичем объявлен Годом Добра. И как-то это подталкивает, наверное, делать добро и нам, делать, и мы делаем добро, и нам делают добро. И вот последнее приобретение это, опять же, Николай Иванович Быхан, аттракционы, спортивные аттракционы для проведения веселых стартов, чтобы мероприятия были более праздничными, более веселыми, более зажигательными, интересными. Не с пустыми руками ФОК посетил в рамках рабочей поездки в Пустозерский сельсовет сенатор от Ненецкого округа Денис Гусев. У нас не было для большого тенниса мячей, ракеток не было. Дартс у нас был, но мы его постоянно используем, поэтому он у нас уже приходит в негодность. Поэтому с большим удовольствием мы приняли подарок от Дениса Владимировича Гусева. Это дартс и большому теннису ракетки и мячи. Летний период, время благоустройства, ремонтов и строительства различных объектов. В этом году в Оксино и Каменке планировалось начать возведение четырехквартирных домов под социальное жилье. В этом году для Оксино у нас выделены денежные средства, определены места, сделана подсыпка земельных участков, но не выходят потенциальные подрядчики, поскольку возросла стоимость стройматериалов, невыгодно, в убыток себе, естественно, не будут работать. Поэтому, наверное, стоит рассмотреть увеличение стоимости квадратного метра, возможно, тогда и пойдут. На сегодняшний день в очереди на жилье в Пустозерском сельсовете состоят чуть больше 30 семей. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова